Стихи развилковских поэтов и прозаиков, написанные в разные годы, наконец собрали в один сборник. Над изданием авторы работали порядка двух лет. Большую часть этого времени ждали финансирования проекта. И вот все технические вопросы остались позади. И состоялась торжественная презентация литературного альманаха на развилке «Поют соловьи». Выбраны лучшие, наилучшие произведения. Я знаю, что в процессе работы над сборником многие произведения дорабатывались. То есть, если члены литературного объединения считали какие-то стихотворения сырые имени достаточно профессионально написанными, они работали над этим, носили свои поправки. И я думаю, что стихи, которые вошли в альманах, достаточно профессиональные. Над сборником работало 32 автора разных возрастов. От 9 до 86 лет. Поэтому и темы в нем представлены самые разные. Начиная от философских рассуждений, заканчивая стихами о любимой развилке. Большая часть произведений в альманахе написана членами литературного объединения «Рифма плюс», которое в поселке было создано всего два года назад, но активно прирастает единомышленниками. На развилке, кроме нашего лито, очень много талантливых людей, которые сами по себе пишут, все это в стол куда-то идет. И, может быть, их заинтересует, и, может быть, они придут тоже к нам. Потому что у нас настолько теплая такая дружеская атмосфера. Мы настолько любим встречаться, общаться, учимся друг у друга. У поэтессы Тамары Селеменевой в альманахе представлен один рассказ и 10 стихотворений. Одно из них, посвященное братьям нашим меньшим, она прочитала во время презентации литературного сборника. Грусть, тоска в глазах собачьих. Третий день не ест, не пьет, не играет с палкой, мячит, а сидит и верно ждет. Желающих поделиться воспоминаниями о создании альманаха и прочитать свои произведения в этот день было немало. В перерывах между выступлениями на экране транслировались видеозарисовки о любимом поселке. Поздравить авторов с выпуском первого литературного сборника пришла глава сельского поселения Развилковская Марина Комардина. Здесь сегодня собрались люди, которые любят жизнь, любят свою Развилку, любят свою страну. И я сегодня с большим удовольствием слушаю ваши произведения, потому что они искренне, потому что они идут от самого сердца. Марина Комардина поблагодарила местных поэтов за их труд и наградила почетными грамотами. В завершении мероприятия каждому из гостей был подарен экземпляр литературного альманаха. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ.